Получил уже десятое сообщение сегодня от своих подписчиков о некой акции, которая якобы стартовала в YouTube, где блогер Воронов, кажется, не знаю кто это такой, призывает всем объединяться. Всем политическим, как это называется, и очень долгий ролик, рассказывающий о том, как плохо в России, почему мы все должны сейчас, гражданская позиция, создание гражданского общества. В общем, очень много благих и замечательных слов. И одному из своих подписчиков я пытался в письменной форме объяснить, но думаю, что можно поговорить об этом со всеми остальными. Почему я не объединяюсь сейчас и вообще ни с кем никогда не буду объединяться в этом смысле? Потому что в подобных акциях я не вижу никакого рационального зерна. Предположим себе, у вас в стране есть очень много газет. Каждая из них так или иначе пишет о политике, говорит о каких-то других вещах. Приблизительную направленность газеты вы можете прочувствовать, но в основном они отличаются тем, что у них разный стиль и различная подача, может быть даже одной и той же новости. Ну вот возьмите и объедините их. Для чего возникнет сразу вопрос? Для чего им объединяться? Если какая-то ситуация в стране конкретная или сейчас в данном случае в информационном пространстве кого-то не устраивает, то люди выскажутся об этом каждый в своей манере. Смысл им объединяться в какую-то группу? Нам что, напишут устав? Или, как я понял из ролика, может быть меня заставят топить за Навального? Напишут мне программу, например, и скажут, слушай, Штарк, ты не мог бы там 2-3 ролика выпустить в поддержку Алексея Навального? Ну потому что мы считаем, что Алексей Навальный это реальная движущая сила. Но если я так не считаю, если я вижу в Алексея Навальном сдувшийся шарик или, скажем так, имитацию политической борьбы, но ни одна группа не заставит меня топить за него, да и для чего мы не какое-то объединение? Объединение может быть обозначать, что эти люди объединены, может быть, какой-то программой. Но в том-то и дело, что блогеров, они такие разные, их по сути невозможно никак объединить. Вы можете, конечно, одеть плащ Д'Артаньяна и говорить благие слова, призывая, давайте объединимся. Вот вы знаете, оппозиция в России не объединяется, ну вот мы хотя бы. Но это все ерунда. Это на самом деле иллюзия, которая ни к чему не приведет. А в подобных акциях я участия не принимаю. Как и написал я своему подписчику, строем стараюсь не ходить или ходить как можно меньше. Дальше еще один циничный вопрос, о котором, может быть, никто не хочет говорить, но я об этом скажу. Представьте себе Александра Сотника, Камикадзе или кого вы там представляете самыми крутыми, самыми яркими оппозиционными блогерами. Как вы думаете, что произойдет с этими людьми, если вдруг ситуация в стране изменится? Если вдруг вы проснетесь в свободной, красивой и демократической стране, и все у вас будет классно. Эти блогеры, Камикадзе, Сотни, Эмиль Фарб и все остальные просто исчезнут. Исчезнут как персонажи. Понимаете, потому что сделали они себе имя именно на плохих новостях, на освещении различных акций, на, так сказать, ужасной, плохой ситуации в России. Это их кредо, это их стиль. Если в вашем блоге, ну допустим, как у меня, есть еще дополнительные темы, философия, психология, воспитание детей, эмиграция, то да, вы можете отложить тему о политической обстановке в России и начать говорить о чем-то другом. Ну, я с трудом предполагаю, что Александр Сотник начнет рассказывать о разведении домашних кактусов, понимаете? Поэтому, конечно, скажем так, для того, чтобы вылить илей на сердца своих подписчиков, можно сделать вид, что ты с кем-то объединяешься. Но, по большому счету, должны быть какие-то реальные цели. Вот если какой-то источник информации чисто выдает вам информацию, не комментируя при этом, не давая своих собственных оценок, тогда это средство массовой информации, то есть оповещения. А блогер, скорее, это то, что я говорил в другом ролике, это человек, который записывает свои мысли в видеодневнике и делится им с остальными. А людям интересно участвовать в дискуссии, писать комментарии или, может быть, что-то полезное узнавать из этого конкретно ролика. Вот и все. К тому же блогеры, работающие в одной и той же теме, по сути своей, по факту, являются конкурентами. Иногда эта конкуренция проявляется, они начинают критиковать друг друга. Иногда это скрытая конкуренция, но так или иначе это своего рода конкуренция. Объединить конкурирующих людей на базе одной какой-то идеи крайне сложно, и я бы сказал, это фактически невозможно. То есть я с трудом предполагаю, что мне кто-то напишет методичку и скажет, что я должен говорить что-то определенное. И более того, я считаю, что от этого потеряет сам YouTube, так как мы все разные и именно этим мы интересны. И последнее, что я еще коротко хочу сказать именно о себе. Я не верю в Россию. Если вы хотите реанимировать труп, что ж, попытайтесь, все равно у вас ничего не получится. Я думаю, что я здраво оцениваю ситуацию и понимаю, что нынешняя Российская Федерация находится в заключительной фазе распада империи, которая началась в 1917 году. Империи, знаете ли, распадаются очень долго. Вот Российская империя распадается 100 лет и может быть будет еще в периоде распада 20 или 50, кто его знает. Но я уверен, что российского государства в том виде, в каком мы сейчас его знаем, через какое-то время не будет существовать. Поэтому мой основной посыл людям, у кого есть мозги или тем, у кого есть сейчас дети, задумайтесь о том, чтобы успеть эвакуироваться с этого тонущего грабля. Вы можете, конечно, кричать о патриотизме, о любви к родине, но в определенные моменты это становится просто глупо. Жизнь проходит в бессмысленных ожиданиях, в отсутствии борьбы, в отсутствии надежд. Чего вы еще ждете в этой стране? Большого коллапса? Или вы думаете, что потом огромной волной вы пойдете в сторону Европы? Одним словом, стран вокруг России огромное количество. Я вижу тенденцию. Больше 300 тысяч ежегодно уезжает. Это огромная армия людей, которая равномерно распределяется по всем странам мира. Но в любом случае мой посыл такой. В этой стране нечего ловить. И если вы будете по-прежнему считать, что режимы типа Владимира Путина можно сковырнуть движением изнутри, то вы очень наивны. Читайте историю. Еще лучше смотрите мои блоги или блоги других здравомыслящих людей. Вот это мой посыл. Поэтому объединяться с кем-нибудь в борьбе за реанимацию трупа России я лично для себя считаю неприемлемым. Пока.